Удивительно иногда бывает, как, возвратившись к обсуждаемому вопросу после такого промежутка времени, ум, не колеблюсь, больше тяготеет к тому или другому решению. Я убежден, что в хорошо дисциплинированной натуре этот бессознательный мозговой процесс, уравновешивающий различные соображения, приводящий, так сказать, в порядок материалы и вырабатывающие результаты, гораздо вернее приведет нас к правильному решению, нежели продолжительное обсуждение аргументации. Потому что если нам кажется, что с одной стороны аргументы слишком сильны, то мы заставляем себя выставлять что-нибудь и с другой стороны, таким образом начинается внутренняя борьба. И равновесие не может быть восстановлено до тех пор, пока не уляжется возбуждение. А когда оно уляжется, то наклон весов определится всем предшествующим воспитанием и дисциплиной нашего ума, которая приведет нас к более или менее верному решению. Автор получил от одного известного прилата следующий отчет об его часто повторяющемся наблюдении другого вида того же рода деятельности. В течение многих лет я привык действовать по вашему принципу бессознательной мозговой деятельности и всегда удовлетворить с удовлетворительным результатом. Мне часто приходится, как вам должно быть известно, говорить проповеди на тот или другой случай. Когда мне предстоит такая задача, я обыкновенно сажусь и обдумываю имеющийся материал, не приводя его сначала в связанную схему. Затем я откладываю на время свой умственный набросок и направляю свой ум на что-нибудь другое. И когда через неделю или две я принимаюсь писать проповедь, я всегда нахожу, что отложенные в сторону материалы пришли в порядок сами собою. Так что я точно же начинаю развивать их по тому новому плану, в котором они мне представляются. Следующий пример, приводимый Венделем Гольмсом, интересен тем, что индивидуум все время сознавал ход скрытой умственной работы, хотя работа эта не достигала уровня отчетливого и идейного состояния. С неделю назад мне рассказывали об одном деловом человеке в Бастоме, которому приходилось некоторое время отложить обсуждение одного очень важного вопроса. Потому что вопрос этот сильно утомил его. Но он продолжал чувствовать, что в его мозгу идет какая-то работа. И это ощущение было для него так непривычно и так тягостно, что возбудило в нем опасения, не угрожает ли ему паралич или что-нибудь в этом роде. После нескольких часов такого тревожного состояния, все его затруднения и сомнения сразу окончились естественным разрешением мучившего его вопроса, явившегося как результат этой темной, тревожившей его умственной работы. Та же бессознательная работа ума в широкой мере участвует в процессе изобретения артистического или поэтического, научного или механического. Все изобретатели, артисты, поэты и механики непременно испытывали, что когда в их работе их останавливала какая-нибудь трудность, то путаница мыслей, вернее, распутывалась, если бы внимание их было отвлечено в другую сторону, вернее распутывалась, чем при помощи самых продолжительных усилий. Автор пользовался каждым представлявшимся ему случаем расспрашивать творцов в различных отраслях искусства и науки об их личном опыте по отношению к встречаемым и преодолеваемым ими трудностях. И ответ их почти всегда оказывался один и тот же. Прежде всего они сосредоточили внимание на результате, который хотели получить, так точно, как делаем мы, когда стремимся припомнить что-нибудь забытое, думая о том, что вернее всего может напомнить нам это. Но если им не удавалось сразу, они откладывали вопрос в сторону на время или старались дать своему уму полный отдых. Или освежали его переменой занятия. И всегда оказывалось, что после этого искомая идея приходила им в голову сама собою. Так о покойном мистере Аппольде, изобретателе центробежной помпы, привлекавшей столько внимания на международные выставки 1851 года, так же как о многих других остроумных применениях научных принципов к практическим целям, рассказывает следующее. Он имел привычку, когда перед ним вставало затруднение, внимательно обсуждать точный результат, которого он добивался. И удовлетворив себя на этот счет, он направлял свое внимание на простейшие способы, посредством которых он мог его достигнуть. С этой целью он вызывал в своем уме в продолжении дня все факты и принципы, относящиеся к данному случаю. И обыкновенно разрешение задачи приходило к нему рано поутру, тотчас после сна. Если вопрос был трудный, он спал беспокойно, но после отдыха со свежей головой и в тишине раннего утра, когда внешние влияния не отвлекали его внимание, результат всех известных ему принципов, относящихся к данному вопросу, ясно представлялся его уму. Следующее описание способа, посредством которого было сделано одно важное открытие, было сообщено автору, самим изобретателем, мистером Венгамом, оптиком-любителем, с большими сведениями, посвятившим много времени и внимания на сооружение микроскопа и придумавших много полезных улучшений, как в самом инструменте, так и в соединенных с ним аппаратах. Первая форма двойного микроскопа, основанная на принципе стереоскопической комбинации двух разнородных перспектив, открытой Вестсоном, была придумана наше по плану, который легко мог прийти в голову всякому знающему оптику, если бы он только обратил внимание на требования данного случая, а именно, он разделил конус лучей, идущий от объектива, на правую и левую половины, ставив в него равноугольную призму и подвергнул затем каждую половину второму преломлению, дававшему ей требуемое направление. Это сооружение было прекрасно в теории, но имело два практически недостатка. Первый тот, что оба полуконуса были подвержены двум преломлениям и передачей через четыре поверхности. Каждая из этих перемен вела за собой известную потерю света и возможность ошибки. Второй тот, что инструмент мог употребляться только как двойной микроскоп. Мистеру Вегнаму пришло в голову, что, может быть, можно разделить конус лучей так, чтобы одна половина его шла прямо, не прерываясь, и только другая отклонялась бы одной призмой, проходя только две поверхности, посредством чего достигалась бы большая отчетливость прямого изображения. С удалением же призмы инструмент мог употребляться обыкновенным способом, для целей, для которых не годился двойной микроскоп. Он долго думал об этом, но не мог придумывать нужную ему форму призмы. Как-то ему пришлось заняться своим инженерным делом, и он отложил неделю на две свои исследования устройства микроскопа. А однажды вечером, по окончании дневной работы, когда он читал какой-то глупый роман, совсем не думая о своем микроскопе, форма призму, вполне отвечавшей его цели, ясно представилась его уму. Он достал свои математические инструменты, вынул диаграмму и начертил требуемые углы. На другое утро он сделал призму и нашел, что она вполне отвечает своей цели. С тех пор по этому плану у нас делаются все двойные микроскопы для обыкновенного употребления. Нужно заметить, что таким способом совершается не только интеллектуальная работа, ибо выяснено, что эмоциональные состояния, или вернее состояния, образующие эмоцию, с той минуты, как мы начинаем сознавать их, развиваются по тому же способу, так что наши чувства к людям или предметам могут претерпевать важные перемены, о которых мы можем ничего не подозревать до тех пор, пока внимание наше не направится на них. Характерный пример этого рода деятельности представляет явление высшей степени обыкновенное в обыденной жизни и постоянно воспроизводимое в поэзии, а именно, рост могущественного чувства привязанности между индивидуумами разных полов, о котором ни один из них не подозревает, и силой которого открывается их сознание только тогда, когда обстоятельства угрожают разлукой, или оба они подвергаются общей опасности. Тогда наступает взаимное просветление. Любовь, которую до тех пор оба бессознательно питали друг другу, подобно тлеющему огню, вырывается наружу полным пламенем. Часто существование взаимной склонности между двумя лицами становится очевидным для лица третьего, в особенности, если наблюдательность его изощряется ревностью, которая способствует интуитивному объяснению многих мельчайших обстоятельств, остающихся без всякого значения для обыкновенного наблюдателя. Прежде чем кто-нибудь из действующих лиц сделал это открытие, как относительно себя, так и относительно любимого предмета. Тут мозговое состояние проявляется в действиях, хотя и не достигло отчетливой сознательности, не достигло главным образом потому, что так как все внимание занято настоящим ощущением счастья, то нет места для внутреннего анализа. Основа физиологического ума Карпентера, том второй. Усиление памяти во сне. Находясь в бодрестом состоянии, мы обладаем скрытой памятью, обнаруживающей перед нами свое содержание во время нахождения нашего во сне. Обнаружение это часто сопровождается воспоминанием, часто же нет. Важно доказать, что, тогда как во время нашего бодрствования память наша всегда отдает предпочтение имеющим для нас наибольший интерес нашим представлениям, во время нашего сна она относится ко всем нашим представлениям безразлично. Часто во сне воспроизводятся нами такие представления, которые во время нашего бодрствования, вследствие незначительности их интереса для нас, погружаются в недра нашего бессознательного, нами забываются тотчас после их в нас возникновения. Даже предметы, хотя и воспринимаемые нашим телесным оком, но не удостаивающиеся нашего внимания, а потому и не вызывающие в нас ясных представлений во время нашего бодрствования, во время нашего сновидения являются перед нами созидательной наглядностью. Часто этот процесс совершается в беспорядочной форме. В сознании спящего являются клочки сцен из прошлой его жизни, и сейчас из него исчезают. Но безразличные отношения, скрытые нашей памяти к нашим представлениям, обнаружатся еще больше в том случае, когда их в нас возникновение не сопровождается их нами воспоминанием. Или когда первое не только не случает, не следует непосредственно за вторым, но как это часто бывает, является уже после нашего пробуждения. Гервей видел во сне толпу проходивших перед ним людей, возвращавшихся, по-видимому, с праздника. Он смотрел на них с большим вниманием и удержал в памяти своей одной из лиц даже по своем пробуждении. Только пробудясь, он начал вспоминать, что как это подтвердилось впоследствии, это лицо было точным воспроизведением лица, виденного им на картине, в одном модном журнале, перелистывавшемся им за несколько дней до этого сна. Таким образом, здесь в воспроизведении с новицем созерцавшегося им во время его бодрствования образа присоединилась творческая деятельность его фантазии, ибо неподвижный образ человека, находившийся в журнале, превратился в его сновидение в живое и деятельное существо. В другой раз Гервейм видел во сне одну молодую блондинку в обществе с его сестрой. Во сне ему показалось, что он узнает в ней одну особу, с которой он часто встречался прежде. Но вслед за этим он на минуту проснулся, причем виденный им во сне и оставшийся в его памяти, и по его пробуждении образ был совершенно ему незнаком. Когда он уснул опять, перед ним опять представа та же особая и показалась ему опять знакомую. Но теперь у него осталось в сознании то обстоятельство, что, проснувшись несколько мгновений тому назад, он не мог ее вспомнить. Удивленный вторичным исчезновением у него во сне такой его забывчивости, он подходит к даме и спрашивает ее, не имеет ли он удовольствия быть с нею знакомым. Она дает утвердительные ответы, напоминает ему о порникских купаниях. Пораженный этими словами, он окончательно просыпается и вспоминает мельчайшие обстоятельства, которыми сопровождалось знакомство его сведено им во сне особою. При первом пробуждении Гирвея, имевшее у него место во сне, кратковременное усиление памяти пошло на убыль, но не исчезло, то есть у него прекратился процесс воспоминания, но в нем усилел продукт воспроизведения. С продолжением сновидения Гирвея продолжается его воспоминание. В сознании его является вдруг представлением места купания, но так как это представление упало в его сознание из области его бессознательного, то его сновидение принимает драматическую форму. Внезапно падение в его сознание представления выражается в соответственных словах дамы. Сила этого падения произвела то, что и после вторичного пробуждения Гирвея воспоминание его не только не начало ослабевать, но продолжало усиливаться, пока наконец в памяти его не восстановились мельчайшие подробности им воспоминавшегося. Заметим здесь, что в настоящем случае вторичное пробуждение становиться было только следствием внезапного падения в его сознание представления, следствием удара по клавише его памяти. Силу ассоциации вызвавшего в его сознании целый ряд представлений, в свою очередь вызвавший в нем, в силу опять-таки ассоциации между представлениями и психическими состояниями, состояние бодрствования. Сюда же относится и случай, бывший с одним из друзей Гирвея, отличным музыкантом, услышавшим во сне замечательную пропетую и странствующим хором певцов музыкальную пьесу. По пробуждении своем он все еще держал в памяти своей приснившуюся ему мелодию и, находясь под влиянием музыкального вдохновения своего, положил ее на ноты. Хотя через много лет после этого ему попалась в руки тетрадь со старинными музыкальными пьесами, между которыми он, к удивлению своему, нашел и ему приснившуюся. Но он никак не мог вспомнить, слышал ли он ее или только прочитывал. Как бы то ни было, а одна уже драматическая форма, в которой он слышал во сне пьесу, доказывает, что здесь мы имеем дело с воспроизведением. Еще легче объяснить себе воспроизведение нами во сне представлений, хотя нами и позабытых, но имевших для нас большое значение. Рейхенбах говорит, «Наяву я, несмотря на все старания мои, не могу восстановить ясно в памяти мои черты лица моей жены, умершей около двадцати лет назад. Но когда она является мне во сне, образ ее приобретает такую отчетливость, что я вижу малейшие подробности ее выразительного лица во всей их пленительности». Пфаф начал писать масляными красками портрет своего отца, но должен был оставить его неоконченным, так как отец его умер, а нарисованного им для окончания его работы было недостаточно. По прошествии многих лет он увидел во сне отца своего с такой ясностью, что проснувшись скачил с постели и окончил им начатое. Фихты говорит, что один любитель музыки, с успехом занимавшийся ей композиторством, принужден был однажды прекратить писание, носившееся в его уме пьесы, на такой продолжительный срок, что она была им забыта совершенно. В конце концов, она приснилась ему с такой отчетливостью и так полноинструментированную, что он удержал ее в памяти и по своем пробуждении. Большей легкостью воспроизведения нами представлений во время нахождения нашего во сне и независимостью такого нашего воспроизведения представлений от их для нас интереса объясняются многие случаи, которые, если не держать все такого воззрения, легко могут привести к суеверию. Одна семилетняя девочка-скотница помещалась в коморке, отделявшаяся только тонкой стеной от комнаты скрипача, часто придававшегося далеко заполнить своей страсти к музыке. Через несколько месяцев девочка поступила на другое место. Она пробыла на нем уже два года. Как вдруг по ночам в комнате ее часто стали раздавать все звуки, совершенно похожие на звуки скрипки, но воспроизводившиеся самой спавшей девочкой. Нередко это продолжалось по целым часам подряд, причем иногда она останавливалась тем, чтобы произвести звуки, в точности воспроизводившие звуки настраиваемой скрипки. И потом снова принималась за свое пение, начиная его с места, на котором останавливалась. Так продолжалось неравными перерывами два года, по истечении которых больная начала воспроизводить во сне и звуки фортепиано, на котором играли в семействе ее хозяина. Затем она начала говорить во сне, причем рассуждала с удивительным остроумием о предметах политики и религии, часто обнаруживая замечательный сарказм и таковую же эрудицию, а также спрягала латинские глаголы, ими или говорила так, как говорит с учениками учитель. Во всем, что делала во сне эта совершенно невежественная девочка, воспроизводила с ней только то, что она слышала в доме своего хозяина. Многие случаи исключают сомнение в предшествовании воспроизведению нами во сне представление продолжительного периода их забвения, и тем заставляют признать факт моментального усиления у нас памяти во время сна. Часто бывает так, что во сне мы говорим на полузабытых нами языках свободнее, чем наяву, что в основании этого явления не всегда лежит обман. Это обнаруживается в тех случаях, когда оно наступает в очень усиленной степени. Сэр Аслей Купер рассказывает, что один матрос вследствие повреждения головы спал в продолжавшийся целый месяц без памятства, и только после произведенной над ним в госпитале операции поправился настолько, что снова получил дар слова. Но когда он заговорил, то его никто не мог понять. Загадка объяснилась только тогда, когда в госпиталь была принята валийская молочница, объяснившая, что матрос уроженец Валлиса, из которого он выехал 30 лет назад, и что он говорит на языке своей родины. Говоря вполне свободно по-валийски, он не мог припомнить ни одного слова из какого-либо другого языка. Когда же он вполне выздоровел, то опять забыл совершенно валийский язык, и снова заговорил по-английски. То же самое рассказывает об одной валийской девушке. Доктор Раш упоминает об одном итальянце, говорившем в начале своей болезни по-английски, затем по-французски, а в день же смерти своей только на родном своем языке. Дью и Преля философия мистики Драматическое раздвоение сознания во сне Басцвелл рассказывает в своем жизнеописании Джонсона, что последний вступил с явившимся ему во сне лицом в спор и досадовал, что его собеседник обнаруживает больше, чем он остроумие. И здесь нет никакого чуда. Спавший Джонсон раздвоился на два лица, одно из которых действовало с бессознательным талантом, а другое с сознательной рефлексией, почему имело неуспех. Подобный же примерно находится и у Бертрана. Во сне у него спросил некто, знает ли он происхождение слова «дама». Он дал отрицательный ответ, но когда вопрошавший пригласил его подумать, то он по истечении некоторого времени ответил, что это слово должно происходить от латинского слова «домина». Незнакомец не согласился с этим и посмотрел на него так, как если бы радовался его затруднению. Когда наконец Бертран отказался от разрешения загадки, то собеседник его сказал ему со смехом, «Да разве вы не понимаете, что оно происходит от латинского слова «домнар» «осуждать»? Ведь по милости женщины мы все подверглись вечному осуждению. Итак, всякий интеллектуальный процесс, который отличается неожиданностью, при котором сознание является не производящим, а воспринимающим, сопровождается во сне драматическим раздвоением, следовательно, таковым должно сопровождаться и часто совершающиеся внезапно акты воспоминания. Здесь процесс нахождения искомого должен также облекаться в драматическую форму. Море рассказывает, что однажды ему внезапно пришло на ум слово «мусседан». Он знал, что это один из французских городов, но забыл, где именно он находится. Через несколько времени он встречается во сне с каким-то незнакомым ему человеком, заявившим, что он из «мусседана». На вопрос сновидца, где находится этот город, незнакомец отвечал, что это главный город департамент Дордоне. Проснувшись, Мори вспомнил о своем сновидении, нашел справки и, к крайнему удивлению своему, нашел, что лицо, беседовавшее с ним во сне, было более сведоще, чем он в географии. Мори замечает совершенно правильно, что очевидно, он только вложил в чужие уста свои собственные воспоминания. Но почему именно в таких случаях наступает драматическое раздвоение, это может объяснить только психофизический порог. Студентам известны сновидения, в которых они спустя уже много лет по окончании гимназического курса присутствуют на выпускном экзамене и не могут отвечать на задаваемые им вопросы. Да и самому мне снится иногда, и теперь, спустя 25 лет по окончании курса, что мне в ближайшем будущем предстоит держать экзамен и что я осознаю недостаточность моей к нему подготовки. Часто бывает, что на таком экзамене на вопрос обращенный к нам дает ответ наш по школьной скамье сосед Ван Генц рассказывает следующее. Мне снилось, что я сижу на уроке латинского языка, что учитель задал перевести латинскую фразу, что я нахожусь в первом разряде и решился во что бы то ни стало удержаться на этом месте. Но когда очередь отвечать дошла до меня, то я остался безгласным и над приисканием ответа тщетно ломал себе голову. Между тем я заметил, что сидевший подо меня товарищ обнаруживает нетерпение быть спрошенным и что следовательно он может дать ответ. Мысль о необходимости уступить ему занимаемое мною место приводила меня в ярость. Но я тщетно рылся в своей голове и никак не мог понять смысла заданной для перевода фразы. Наконец учителя утомило ожидание ответа от меня и он сказал моему собеседнику теперь очередь за тобой. В прошлом тотчас же объяснил смысл фразы и это объяснение было так просто что я ни за что не мог потом понять как я не дал ответа. Гервею приснилось однажды очень явственно что он повстречал одного молодого человека показавшегося ему знакомым. Он подходит к нему жмет ему руку оба внимательно смотрят друг на друга на юноше говорит я вовсе вас не знаю и удаляется свет затем смущенный Гервей сознается что и он его не знает это сновидение очень поучительно в нем имеет место воспроизведение представления но сновидец не может узнать этого представления и только в первый миг неясно его вспоминает сознание сновидца воспроизводит представление но свет его сознания еще не осветил всей глубины его памяти оставив во мраке некоторую ее часть вот психологическое объяснение тому что неудавшееся воспоминание сновидца находится ответственное выражение в словах являющегося ему во сне постороннего лица то есть словесно драматизируется ибо всякий раз как драматизируется во время нашего сновидения какой-нибудь внутренний процесс наш поверхности излома нашего я совпадает с преградой отделяющей наше сознательное от нашего бессознательного о таком же сновидении рассказывает и Лейбниц я думаю говорит он что часто в наших сновидениях воскресают старые мысли наши после этого как Юлий Скаллигер воспел в своих стихах знаменитых веронских мужей ему имелся во сне некто по имени Бругнолус родившийся в Баварии а впоследствии поселившийся в Вероне и жаловался на то что предан забвению хотя Юлий Скаллигер и не мог припомнить чтобы до того времени ему приходилось что-нибудь слышать о Бругнолусе а однако после этого сновидения он не принял написать честь Бругнолуса элегию в стихах наконец сын Скаллигера Иосиф в одной из своих путешествий по Италии узнал случайно что когда-то в Вероне жил один много способствующий возрождению в Италии наук знаменитый грамматик или ученый критик это событие рассказывается в сборнике стихотворений Скаллигера отца содержащем в себе и вышеупомянутую элегию и в письмах Скаллигера сына конечно Лейбнис прав когда он делает предположение что Скаллигер знал раньше о Бругнолусе во сне же только отчасти о нем вспомнил приложение сновидение по блаженному Августину что такое сновидение ответ на этот вопрос был у Аристотеля но ответ материалистический этот философ думал что сновидение есть игра одного воображения и при том бывает только во время легкого сна в воде мутной не отражается ничего в воде текущей отражаются предметы но не совсем правильно в виде большим или меньшим только чистая и стоячая вода отражает предметы в их естественной величине и ясно как в зеркале тоже бывает говорит Аристотель во время сна когда фантазия возмущена душа не представляет ничего не видит снов это обыкновенно случается с детьми и теми кои спят крепко но по мере того как испарение происходящее от пищи переваримое в желудке становится тоньше и легче душа начинает фантазировать это бывает обыкновенно во время легкого сна и при пробуждении блаженный Августин очень хорошо понимает что с допущением этой теории можно встретить сильные возражения против догмата о духовности и бессмерти и души если разум говорят материалисты не принимает никакого участия в действиях души во время сна если душа перестает мыслить во время когда перестает ощущать то ясно что идея и суть продукта ощущения и что если не будет этих ощущений то не будет и души то есть сон есть тончайший образ смерти имея ввиду подобное суждение блаженный Августин доказывает что сон не есть паралич органов чувств и способности воображения а есть отдохновение первых и бодрствование последнего человек ничего не видит во сне из окружающих предметов но в его душе еще остается свет это необходимые условия для того чтобы видеть пробудившись от сна мы вспоминаем цвета запах звук вообще то что получается посредством чувств следовательно мы не были совершенно лишены способности чувствовать когда воображали подобные предметы мы различали тогда один предмет от другого одушевленный от неодушевленного и следовательно не были лишены способности понимания часто ложные видения убеждают спящего в том в чем не могут убедить бодрствующего и истинные где же бывает тогда разум который во время бодрствования противостает обольщению неужели он засыпает вместе с телесными чувствами нет он действует и тогда потому что во сне мы часто протеемся увлечением и помня свою решимость противиться обольщением не обнаружим никакого к ним сочувствия